Но судить лишь по цифрам о реальных экономических перспективах региона, страны и даже мира, спорное занятие. Ведь на финансовое благосостояние людей влияет множество факторов. О том, к каким переменам готовиться и чего ждать в наступающем 2020-м, мы сегодня поговорили с экономистами. Их мнение о будущем Иркутской области и не только услышите прямо сейчас. Я надеюсь, что следующий год будет около нуля, как называлась известная книга. Что мы хотя бы не будем падать ниже. Для граждан, касается их расходов, там же расходы вырастут. Если касается строительства, отраслей, с которыми я работаю, то есть в строительстве, но очевидно будет снижение объемов вводимого жилья. Оно уже сейчас происходит. Соответственно, цена на строящееся жилье может возрастать. Что касается экономики в целом. Если рост экономики формальный будет, то он будет достигаться исключительно инвестиционными вложениями, осуществляемыми нефтяниками и газовиками на севере Иркутской области. Да, там у ИНК есть большой проект на севере Иркутской области. Там будут большие формальные объемы. Они войдут в региональный продукт валовый. Но надо понимать, что если какую-то пользу принесет региону, то принесет только северу, Ускуту и Ускутскому району. Иркутская область не самый худший регион. Иркутская область традиционно где-то среди регионов по различным показателям, в том числе по уровню экономики, по уровню культуры, по уровню образования, науки. Мы все-таки в первой десятке по регионам. Но, к сожалению, надо, чтобы осознала местная власть, региональная власть, потому что наука – это будущее, наука – это все. Это перспектива для региона наука. Перспектив производства для региона пока таких особых не видно. Несколько факторов, которые дают негативные прогнозы для экономики. Первый – это очень сильное влияние геополитики. Не было раньше такого нестабильного геополитического фона. То есть у нас непонятно, что с Брекзитом. Нестабильны, соответственно, вот эти британсо-европейские отношения и проблемы с курсом. Торговые войны Китая и США. На самом деле это очень негативно влияет на все страны. То есть на Австралию, на Россию, на все остальное. Потому что, по сути, торговая война – это прежде всего спад спроса. То есть это спад производства. А если спад производства, соответственно, это снижение потребности в сырье. То есть все наши вот эти вот сырьевые какие-то вот эти перспективы, они будут достаточно туманны, потому что снижение спроса – это прежде всего снижение цен на сырье. С одной стороны, в условиях, скажем так, вот этих серьезных опасений по поводу глобальных экономик Европы, США и так далее, может быть как раз рост интереса инвесторов к нашей экономике. То есть все-таки все риски, которые у нас могли случиться, такие глобальные, случились. На самом деле в любой ситуации люди должны думать на перспективу, инвестировать грамотно и не влезать в сомнительные финансовые инструменты. Понимаю, что это есть. Ну а подушка безопасности у государства существует. То есть какое-то время мы продержимся. По крайней мере, в следующий год точно.